Кто не должен платить за капремонт и продлят ли госпрограмму по сносу ветхого и аварийного жилья? На встрече депутату Госдумы Елены Вторыгиной с директорами школ и учреждений культуры. Педагоги обсудили далеко не духовные вопросы. Программу по расселению из ветхого и аварийного жилья необходимо продлить, уверена Елена Вторыгина. О пробелах в ее реализации на примере реальных историй депутат сегодня говорила с директорами северодвинских школ и учреждений культуры. У депутата по области 15 приемных и в каждую идут люди, которые живут в старых домах-деревяшках. Они жалуются, что власти сносить их жилье не собираются, потому что оно не признано аварийным. Хотя фактически эти деревяшки уже врастают в землю. Жителям таких домов предлагают делать капремонт. Такие люди не должны платить за это аварийное жилье. Обназначен не платить. Мы будем его признавать аварийным. Это надо законодательно закрепить, чтобы люди понимали, что можно. Многие вообще информационные люди живут в своей жизни, даже не знают, что в законе прописано. Люди 80 лет в совместии вообще не платят за капремонт. После 70-ти, так, 50%. Они просто неинформированы. Опять проблема власти. Люди должны знать, за что они платят, куда платят. Другой вопрос. Немного ли денег выделяют на оборонку? Елена Вторыгина считает, что нет. Например, для Северодвинска это не только новые подводные лодки или корабли. И мы будем давать деньги на оборонку, чтобы это была сильнейшая армия вообще мира. Мы это делаем и будем делать. И пусть получают наши заводы заказы, и пусть они работают. Это налоги, рабочие места и так далее. В нашей дыжно-хранительской области. Что касается системы образования, то педагоги ждут перемен к лучшему. Елена Вторыгина ответила, они произойдут. Связаны надежды с новым министром образования России Ольгой Васильевой. И первым шагом станет строительство новых школ по всей стране.